Российские выпускники сегодня начали сдавать ЕГЭ. Первыми экзаменами стали информатика и география. 33 серпуховских школьника тоже вооружились знаниями, черными гелиевыми ручками и прибыли на пункты приема ЕГЭ в 16-ю школу. С каким настроением ученики шли, знает Елена Киселева. Оживленно о чем-то беседую, ребята заходят в ворота незнакомой школы, однако за улыбками и смехом прячется волнение и бессонница. Скажите, волнуетесь? Очень нет. Спали? Да. Чуть-чуть. Вот столичка. Правила сдачи экзамена не изменились. Они традиционные. Регистрация и досмотр на наличие шпаргалок. Честно, ничего нет. Я сама. Как бы были планы, но потом думаю, лучше не надо. Сама все знаю, готовилась. Не зря полтора года. Прям усердно работала. Будем надеяться, что у них ничего этого не будет. Дети у нас грамотные. Затем они пройдут в аудитории, где их встретят организаторы. Покажут им, где у них рабочие места, соответственно, рассадки. Затем им раздадут материалы. Пройдет инструктаж. 27 учащихся городских школ сегодня сдают информатику, еще 6 человек географию. Первый инструктаж и доброжелательное напутствие ребята получают на пороге школы. От директора Елены Кудряшовой. Вы самые умные решили сегодня сдавать инструктаж. Пойдемте, ребята. Ребята проходят в аудитории. На улице в волнении остаются сопровождающие учителя. Ольга Михрикова – социальный педагог 12-й школы и мама. Информатику сегодня сдает и ее сын. О том, как нелегко сдавать ЕГЭ, знает не понаслышке. Ну, естественно, все это волнение постоянно. Даже если человек вообще не может знать как бы все и максимум. Поэтому здесь уже, знаете, и везение, и удача, и, соответственно, и знания. Это все как бы вот помноженное друг на друга дает хороший результат. До начала экзаменов конверты с вопросами хранятся в сейфе. Согласно инструкции, их открывают ровно в 10 часов. На решение задач по информатике отведено 235 минут, по географии – 180. Впереди выпускников ожидает еще три экзамена.